Приветствую всех зрителей нашего канала, как гостей, так и подписчиков. Меня зовут Олеся Архирей, компания Архибис. Сегодня мы будем любоваться с вами процессами работ наших участников, участников нашего СП. Сам СП проходит в группе в фейсбуке Олеся Архибис. Ссылочка будет в описании под этим видео. И у нас проходит не только этот СП, а еще и марафон миниатюр. Но марафон миниатюр я вам чуть попозже покажу. Так, спонсоры нашего СП. Ну, конечно же, мы Архибис. Мы как и спонсоры, так и организаторы. Кроме этого, бисерок шоп от Валентинки Бисеринки уже к нам приехал. Подарочек, кстати. Ну и ссылочка, конечно, на всех наших спонсоров будет в описании под этим видео. Кроме этого, торговая марка Дана. Мы их знаем по схемам для вышивки бисером. Потом магия канвы. Мика А. Любимые тоже для нас схемы. Миледи. А Миледи, кстати, отдельно интересные подарочки подготовили. Я вам попозже расскажу. Далее, Острочка. Баттерфляй. И у Баттерфляй тоже есть еще подарочки дополнительные, кроме всех остальных. Верена у нас является также спонсором. Верена мы знаем по деревянным заготовкам. Сейчас очень активно они проходят. Ну и, конечно же, еще у кого есть желание, принимайте участие и в марафоне миниатюр. В марафон миниатюр у нас курирует Ира Клеменко. Я постараюсь тоже видео снять. Уже очень много девочки отчетов выложили. Но сейчас мы пока поговорим, посмотрим, точнее, работы участников нашего бисерного плена. Второй сезон у нас начался и будет он продолжаться до 30 мая. Итак, давайте посмотрим. Ну а от вас, конечно же, ставьте лайки в поддержку нашим участникам. И поздравляем Валерию Ермолаеву с завершением процесса. Вышивала она заготовку от Павитрули. Биг Бен называется. Полная зашивка 35 на 26 сантиметров формата 3. И самоподбор. Валерия писала, вместо 14 цветов получилось 29. Вот так бывает, как начинаешь дробить. Ну что ж, что у нас здесь Валерия писала. Валерия пишет, процесс шел очень быстро. Схема легкая, цвета не сливались шить. Было одно удовольствие. До Нового года хочу оформить, так как это подарок брату. Ну вот, в общем-то, скорость у Леры довольно-таки хорошая. Но мы Леру помним еще по предыдущему СП, когда, помните, она каталась. И вот еще одна законченная работа в нашем СП. Лина Сиренко вышивала заготовку львенок с мамой. Называется так. Это заготовка торговой марки Аккорнс. Подбор бисера частично по ключу, частично он корректировался. Итак, Лина, поздравляем вас. Лина мне сбросила видео, но, к сожалению, у меня мой телефон не принял формат этого видео. Поэтому я к вам, к сожалению, не смогла его показать. Но, надеюсь, в следующий раз покажу вам. Поэтому только фото можем любоваться. Ну, вы можете также посмотреть в группе, кому интересно. Там уже более детально Лина сбрасывала процесс отшива. Тоже, если интересно, зайдите, посмотрите. Следующая работа Лидии Коваленко. Сама заготовка от Артсола. Лида собирала бисер по ключу производителя. Сначала думала удалить работу. Не нравился ей ключ. Но, в итоге, решила все-таки оставить. И, как видим, в общем-то, получается довольно-таки неплохо прорисовываются уже лошадки. В всяком случае, большая часть их видна, да. Ну, и, наверное, уже в следующем отчете Лида, наверное, нам покажет уже полностью результат. В общем-то, как по мне, по-моему, с ключом пока что все в порядке. Ну, что ж, Лида, ожидаем от вас следующих отчетов. Спасибо за проделанную работу. Следующая у нас работа Алены Сидорчик. Алена вышивает заготовку от ВДВ. И что она у нас пишет? В первом отчете Алена написала. Схема сильно сливается розовые цвета. Такую красоту без бумажной схемы не ошибиться невозможно. Хотела отказаться ее вышивать, но все же решилась не бросать. Хоть вышито немного, но результат радует из-за того, что вышиваю по бумажной схеме. Работа идет медленно. И в последнем отчете Алена написала. Уже привыкла вышивать по схеме. Вышивка потихоньку продвигается. Да, это проблема. Плохо читаются близкие цвета между собой. Но хорошо, что они хоть дают схему в бумажном виде. Алена, спасибо за отчет. И ждем дальше продвижений. А вот такой вот рушничок взяла вышивать Оля Гринькиф. Как видите, кружева уже частично отшиты. Да, ну, такие, образно сказать, кружева. Рамка у этого рушничка пасхального. Я вижу, что на станке вышивает, и так понимаю, Оля. Используется 290 грамм бисера. 24 цвета. И сама заготовка от торговой марки Дана. Оля, ждем дальше от вас отчетов. Обязательно. Ждем, ждем с нетерпением. Святое семейство. Лилия Токолюк только-только начала вышивать эту заготовку. Как видите, только вверх там немножко фона вышито. Заготовка от Верены, а второго формата довольно-таки большая. И вышивки довольно-таки много. Да, практически все вышивается. Только лики и руки не вышиваются. Ну что ж, Лилия, вам желаем успехов, творческого вдохновения. И ждем от вас дальше отчетов следующих. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Это заготовка от торговой марки Конек. Ирина Чиш у нас вышивает ее. И начала она еще в предыдущем СП. Не получилось у нее дошить. И перешла она с этой заготовкой к нам уже в этот СП. Так, Ира в предыдущем СП хотела одно время даже удалить этот проект вообще из нашего проекта, совместного проекта. Почему? Потому что не получилось у нее сфотографировать, сделать фото красивым, насыщенным. Я тогда Ире предложила сделать видео. Но Ира говорит, что видео тоже все равно не передают ту красоту, да, те цвета бисера, вот как-то не улавливает у нее эта камера. Вот, у Иры тоже есть канал YouTube. Я оставлю ссылочку на ее канал. Так что тоже переходите, смотрите, обязательно наблюдайте у Иры за процессом. Ну и мы дальше уже за отшивом тоже будем наблюдать. И следующий у нас процесс от Дори Змей. Вышивая Дори рождественскую тематику. У нее вертеп там впереди, подсвечник еще. Ну а сейчас начала схему Рождество, заготовка от Даны. Набор собран по ключу производителя. Вот, ну и будем дальше наблюдать за остальными процессами Дори. Желаем вам успехов и, конечно же, выкладывайте нам дальше ваши отчеты. И комментируйте обязательно отчеты. Но вообще относительно комментариев, это касается, в общем-то, и других тоже участников. Девочки, пишите, расписывайте обязательно, что выкладываете, фотографии. А я потом с удовольствием буду зачитывать ваши комментарии. Уже пошитое платье, вышивает у нас Ирина Копейко. Ну, сначала, конечно, это были просто сами заготовки, которые потом сшились. И вот на данный момент, я смотрю, уже вышиваются. Используется, так, используется немного более чем полкилограмма бисера. Ну, и, в общем, один цвет, это 23981 номер. И мы знаем, что этот номер стойкий. То есть, его можно спокойно, смело использовать в одежде. Вот такая вот красота получается. И не поставила здесь фотографию девочки, которая была сфотографирована в этом платьичке. Но это вы можете зайти у нас в группу и посмотреть. Там, скорее, примерялась, наверное, больше девочка, потому что было платье еще не пошито, когда фотографировали. И, я так понимаю, просто прикалывали булавочками. Но это уже в группе. У кого есть желание, можете зайти, посмотреть фотографию. И следующий у нас на очереди золотой телец изобилия, которого вышивает Наталья Хныкина и канал, YouTube-канал у нее Наталья НКМ Модерн. Конечно, будет ссылочка в описании под видео на ее канал. Переходите, смотрите подробности, если кого интересует. Наталья взяла еще парочку работ в этом проекте. Но уже за следующими работами мы с вами дальше будем наблюдать. Ну и, как видите, много декора здесь используется в телце. Декор можно сразу заказать у Милети. Ну, а бисера совсем немножко используется. Следующая у нас цветочная лавка от Аккорнс. А вышивает его ее Наталья Милова. А второй формат полная зашивка. Наталья пишет, такой большой формат я еще не вышивала. Работа очень яркая, красочная и с большим количеством объектов. Поэтому с каждым из них буду экспериментировать и подбирать разный бисер. У производителя 25 цветов. Я уже подобрала 86. Представляете, девочки, 25 и 86. Но это еще не предел. В процессе отшива я буду что-то добавлять и что-то менять. Вышиваю участками. Значки хорошо читаемые. Кроме темных цветов. Так как места для прокола обозначены черными точками. Поэтому все сливается. В небольшом кусочке, который я отшила, уже задействовала 53 оттенка. Отшила щенков. Такие милые пишет Наташа. И следующие у нас на очереди акварельные ромашки. Очень-очень многим нравятся эти ромашечки. Вышивает у нас Оля Остапенко. А второго формата частичная зашивка. Сама заготовка от Акурнс. И что же у нас пишет Оля. Акурнс вышиваю первый раз. Дизайн очень понравился. Но столкнулась с некоторыми сложностями в отшиве. Разделительные символы есть. Но темно-зеленый сливается. Особенно когда вышиваешь при искусственном свете. С цветочками полегче. Хорошо, что проработанные. Вышивать легко. Вот только по цвету. Пока не очень напоминают ромашки. Но сочетание синих мне нравится. Может на финише будут уже ромашки. Не ромашки, а другой экзотический цветок. И вот в последнем отчете написала Оля. Вот так потихоньку расцветают мои ромашки. Вышиваю с удовольствием. Особенно лепесточки. Жду не дождусь, когда дойду до желтой серединки. Да, Оля, мы тоже очень ждем. Потому что ромашки очень-очень привлекательные. И манят к себе. И очень сильно хочет. А вот Стефа Грин Киев у нас с необычной, нестандартной работой. Но мы с вами привыкли к вышивке бисером. А здесь у нас Стефа ткет икону на ткацком станке. Дальше будем наблюдать за процессом. И у Стефы тоже есть канал, YouTube канал. Перейдите, пожалуйста, если вам интересно. Посмотрите ее работу. Я напоминаю, что всех участников наших я оставлю под видео ссылочки на каналы. У кого есть свои каналы, обязательно оставлю ссылочки. Думаю, очень интересная в итоге работа будет. Так что с удовольствием я наблюдаю. Да, и в общем-то у нас и все участники в группе тоже, по-моему, наблюдают с большим увлечением. Дальше у нас работы Оли Глэк. Тут много всего по чуть-чуть, как говорится. Первый проект Оля уже закончила. У нее было в одном проекте несколько сразу работ. Вот это, например, сейчас вы видите икона из жемчужной серии от Благовеста. Дальше мы там посмотрим мышонок, конвертики подарочные, молитва для сына на украинском языке от Верены от третьего формата. Вот, как видите, и мышонок там выглядывает. Дальше после этого Оля взяла еще один сюжет. Это модульная заготовка от А-строчки на А-классе. Вы не переключайтесь, я сейчас включу музыку, а вы дальше смотрите уже работу, рассматривайте ее. И чтобы веселее было, чтобы все посмотреть, включаю вам музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И дальше заготовка от Орхидеи. Называется на северное сияние. Вышивает Богдан Радкевич. Что у нас Богдан напишет? Процесс идет очень поворотно. Вышиваю его в основном только в день, потому что в вечере зеленые кольоры очень взливаются. Но это еще выходит, очень понравится. Под разным освещением выглядит по-разному. Да, небольшие пока продвижения у Богдана. Богдана, ждем дальше результатов ваших отшивов. Очень интересно наблюдать, потому что довольно-таки такой интересный, загадочный сюжет. Согласитесь, северное сияние. Очень интересно. Все, Богдана, спасибо. Ждем дальше отчетов. И мишки в сосновом вору. Посмотрите, насколько вообще, как оживает сюжет. Прямо давайте сходим в лес. Да? Так, этих мишек вышивает у нас Мария Васильченко. Мария, был набор собран ей по ключу. Ну, как Мария пишет, что с некоторыми оттенками так она и не помирилась. И решила выпарывать, менять, менять что-то на свое усмотрение. И мы с вами видим результат. Естественно, прямо как будто бы заглядываешь в живой лес. Правда же? Очень хочется понаблюдать дальше за процессом отшива. Что там дальше будет в дальнейшем. И хотела бы еще обратить ваше внимание, что и у Марии, и еще у других участников нашего СП есть YouTube-каналы. Я ссылочки на все каналы оставлю под видео. Вы переходите, смотрите. Так как уже там более детально вы сможете узнать подробности о процессах. Это, если вас заинтересовал процесс, я думаю, будет вам интересно послушать. Мария Другалева. У нее несколько дракончиков. Пять дракончиков. Вот этот самый маленький, красненький. В одном процессе. Все заготовки от торговой марки Миледи. А четвертого формата. И тот маленький малявочка. Там вообще малявочка-малявочка. 10 на 10 сантиметров. Этот дракончик еще не дошитый. Вот, к примеру, дракон, по-моему, кофе. Если я не ошибаюсь, он уже полностью готов. Нет, дракон-шоколад. Вот, шоколад. Горячий шоколад, точнее, если правильным быть. Вот так называется. В общем-то, драконы движутся. Получается, два готовых. Третий еще частично, вот этот готов. Ну, и еще два следующих идут следующими. Будем дальше смотреть процессы. Люба Кириченко вышивает в одном процессе сразу несколько работ. Вот, в общем-то, одна из них коробочка готова. И давайте следующую посмотрим. Вот и моя картина. Первая из проекта отшива. Называется «Преданность. Телла Артис». Здесь техника круговой зашивки. Вышивалась очень легко. С легкостью. Если рассмотреть всевозможные отшивы. И более ближе. Видны, насколько легко ложились бисеринки. Насколько красив сам по себе рисунок. Взгляд манит. Действительно привлекает. Идея прекрасная. Очень хочется увидеть уже оформленным. Всем желаю удачи. А те, кто попробует вышивать эту картину, получат истинное удовольствие. Вот и сделана наша работа по дереву. Вышить наши сладкие вкусные кексики. Вот сейчас нужно кусать. Вкушать. И пробовать. Сшивалась легко. То, что сломаны две колки, это пустяки. Лариса Друзенко вышивает у нас схему, которая называется «Красота». От торговой марки «Бисер Арт». 40 на 60 сантиметров. И там практически полкилограмма бисера. Полная зашивка, как мы видим. Итак, что у нас Лариса пишет? Во втором отчете Лариса пишет «Вышиваю с удовольствием. Бисер ложится отлично. Схема читается хорошо. Иголочка идет как по маслу». В третьем отчете Лариса пишет «Картина мне нравится, но вышиваю не очень быстро, так как вышивкой увлеклась недавно». Очень нравится этим заниматься. Да, действительно, этим многим очень нравится заниматься. Ну и ждем дальше от вас следующих отчетов. Наталья Шахова вышивает от барвистой вышиванки у нас лестницы. Шикарная, конечно, заготовка. Размер 67 на 50 сантиметров. Огромное количество бисера. Но бисер складывали по ключу производителя. Так, ну что, что у нас Наталья пишет? Вышивается легко, значки хорошо читаются. Бисер ложится ровно и свободно. Не толкается еще одна полоска и будет вышита половина схемы. Ну да, как правило, со схемами барвистой вышиванки получаешь одно удовольствие при вышивке. Ну и мы видим, наблюдаем, как, в общем, преображается схема, оживает. Фух, будем дальше следить за... Девочка с котенком. Эту заготовку вышивает у нас Ирина Бачкор. Полная зашивка, а второй формат. Как видите, личка тут здесь зашивается. С этой работой Ирина... Ирина, точнее, начала вышивать эту работу еще в самом первом нашем СП полтора года назад. Ну, к сожалению, дело у нее таки не пошло. Отложила она эту девочку. Ну, а уже сейчас в этом СП решила продолжить. А по условиям нашего совместного проекта, это вполне можно. Перейти с незаконченной работой с одного проекта в другой проект. Итак, следим за результатом. Тут уже ключ менялся. Изначально производитель давал ключ к схеме. И потом дизайнер, насколько я знаю, меняла опять здесь ключ. Ну, в общем, результат мы будем дальше с вами наблюдать. И вот лисички-сестрички, которые вышивает Марина Мартынова. Это полная зашивка четвертого формата. Схема от Мика А. И что пишет Марина? Значит, это она выложила четвертый отчет у нас. А перед этим в третьем она писала. Лися-то вышивается очень медленно, но верно. Потихоньку двигает этот процесс, двигается на выходных. И тут появились первые трудности. Стали путаться розовые цвета на схеме. Мика делает кружочки для прошивания биш-сера на каком-то фоне. Это постоянно меня сбивает с толку. Цвет у темно-розовых похож. Так еще и разноцветный фон. В общем, уже несколько раз порола маленькие участки и очень расстроилась. А вот уже в четвертом отчете Марина пишет, отшив идет легко. Посмотрев с кем очень внимательно, наметила для себя, где какой оттенок розового пришивать. И стало все понятно. Наконец-то добралась до мордашек. Очень четкая прорисовка, контрастная. Работа получится яркой. Марина, ждем теперь мордашек от вас. Небольшие продвижения у Юлии Анацкой. Возвращение домой. Так называется этот сюжет. От торговой марки Акурнс. Полная зашивка, а второй формат. Кто помнит, в предыдущем СП у нас Оля Гриньки вышивала эту схему. Тогда набор. И я помню, что я дробила ей очень-очень сильно тот набор. Точнее, цвета дробила там из 30 получилось, наверное, 60 цветов. Но здесь Юлия самостоятельно подбирает бисер. Спасибо, Юля, за отчет. Желаем вам дальше вдохновения и ждем дальнейших отчетов от вас. Желтые тюльпаны. Вышивает у нас Галина Никитина. Сама заготовка от торговой марки ВДВ. 280 грамм бисера. Используется панелька такая 30 на 70 сантиметров. Галя писала, что на этапе, когда вышивала желтые цвета, то парочку цветов сливались между собой. Но мы эту проблему знаем у ВДВ. Такое, к сожалению, частенько случается, что сливаются цвета. Ну, а дальше уже отшив Галя пишет, что нормально пошел. Вот четвертый отчет она выкладывала 13 ноября. И написала, что вышивается легко дальше уже. Галя, спасибо за отчет. Ждем дальше продвижений. И хочется увидеть уже живые полностью тюльпанчики. Наталья Терлецкая вышивает снова большую заготовку. Мне такое впечатление, что Наталья просто не умеет вышивать какие-то небольшие маленькие сюжеты. У нее всегда большие, огромные сюжеты с полной зашивкой. Итак, это у нас ворота от торговой марки Барвиста вышиванка. И Наталья пишет, что вышивает все полностью по ключу производителя. Конечно же, очень интересно наблюдать за отшивом. Как видим, уже у нас там заборчик виднеется потихонечку. Наталья, ждем дальше от вас отчетов. И, насколько я помню, вышиваете вы очень быстро. Не знаю, как в этот раз эта заготовка у вас пойдет. Но темпы у Натальи просто сумасшедшие. Ну и вот сочные, замечательные фрукты от Евгении Диченко. Она взяла несколько заготовок в этот проект. Если я не ошибаюсь, по-моему, шесть. И уже бананы, клубничка и киви готовы. Дальше нам Евгения сделала небольшой коллажик. Посмотрим с вами. Евгения попутно меняет какие-то артикулы бисера. Точно я вам не могу сказать. Она пишет в отчетах, что что-то там ей не нравится. Где-то она делает по ключу производителя. Где-то все-таки меняет по своему желанию. Уже по месту смотрит. И дальше, как я вижу по отчетам, у нее следующие игрушки. Так что будем дальше с игрушками. Краски лета. Так называется заготовка, которую вышивает сейчас Елена Кучеренко. Сама заготовка от торговой марки ВДВ. 65 на 48 сантиметров. Почти 700 грамм бисера. И 37 цветов оттенков бисера. Итак, настоящие действительно краски лета. Которые постепенно, по чуть-чуть оживают у Елены. Я так поняла, Елене нравится вышивать по чуть-чуть в разных кусочках. То есть, то тут чуть-чуть вышло, то тут чуть-чуть вышло. Для разнообразия. Вот, постепенно, постепенно оживает сюжет. И Елена, ждем дальше от вас продвижения. Вита Мисик взяла в одном проекте сразу две заготовки от торговой марки Конек. Вот это мы видим с вами осень. И следующую зиму будет Вита вышивать. Ну, осень, как видим, уже практически, наверное, закончена. Да, уже вышита. Вот, и дальше уже на подходе у нас зима. Ну, в общем-то, логично. Осень, зима впереди. Ну, что ж, Вита, ждем дальше. Дальше зиму от вас. Маргарита Романова радует нас прекрасным сюжетом, который не оставляет равнодушным никого. Этот сюжет очень многим, очень-очень многим нравится. Данная заготовка от торговой марки Аккурнс называется Домик урачья. А второго формата полная зашивка. Ну, как видим, продвижения довольно-таки хорошие у Маргариты. Учитывая то, что еще она приболела, по-моему, вместе с мамой. И некоторое время не было возможности вышивать. Ну, и кроме этого, Маргарита еще увлеклась параллельно и картиной для сына своего. Если я не ошибаюсь, то красками разукрашивает. В общем, вот такие продвижения. Маргарита, радуйте нас дальше вашей работой. Ждем следующих отчетов. И, как видим, начинает оживать улочка у Оксаны Солодон. Это испанская улочка от торговой марки Аккурнс. Бисер собирался не по ключу производителя. Крыши уже готовы, небо тоже. Дальше потихонечку уже виднеется зелень. Конечно, хочется побыстрее увидеть результат. Но заготовка довольно-таки большая, полная зашивка, как-никак. Так что, Оксана, ждем дальше от вас результаты. Ну, а пока просто наслаждаемся процессом отшива. И вот такой вот замечательный сюжет вышивает у нас Ирина Чумаченко. Называется «Морское приключение». Мне кажется, что этот сюжет не оставит никого равнодушным. Только положительные эмоции вызывает, когда смотришь картину. Хоть она еще не полностью вышита, но уже видны вот эти ожившие, прямо ожившие паруса, надутые. Кстати, насколько я помню, в одном из отчетов Ирина говорила, что она раздробила несколько цветов. Допустим, голубые подробила и, по-моему, белые, кажется. То есть, в небо поставила одну структуру, в сами паруса пустила другую. И посмотрите, насколько эффектно это смотрится действительно. Хорошо очень. Ирина, дальше будем наблюдать за вашими продвижениями. Работа чудесная, замечательная. Вам успехов, успехов. Александра Прокопюк вышивает берегиню. Заготовка от торговой марки «Бисер Арт» третьего формата. Кстати, эту заготовку она выиграла у нас в розыгрыше в нашей группе. Итак, Александра, к сожалению, приболела, поэтому продвижения у нее совсем небольшие. Немножко она вышла, но в любом случае продвижения есть. Александра, поправляйтесь. Ждем дальше ваших отчетов. В любом случае, замечательная работа. Все очень хорошо. Бусинки видно прямо одна к одной. Так хорошо ложатся, красивенько, ровненько. И начинаем мы наш отчет с картины Елены Каляденко. Дальше послушаем, что нам Елена рассказывает о своих продвижениях. Это мои щеночки Атакон, с которыми я участвую в СП «Бисерном плену-2». Участвую в таком конкурсе впервые. Как и схема отшивается, у меня такая большая тоже впервые. «Бисер» подбирала Олеся. Спасибо ей большое за это. Потому что бисер подобран очень хорошо, очень красиво. Вот такие вот милахи у меня выходят. Сюжет очень милый, такой добрый, такой как сказочный. Синочки такие милые получаются. Очень нравится этот сюжет. Осталось совсем немножечко трещинка. Несмотря на те сложности, которые у меня возникали, немного возникают еще. Нисколько не жалею, что выбрала именно эту схему и этот сюжет. Очень довольна. Девочки, и в завершение нашего отчета сегодняшнего это работа огромного масштаба от Светланы Марьяненко. Заготовка сама торговой марки «БС Олес». Огромного масштаба, как вы понимаете. Да, и Светлана постоянно пишет мне, что получает огромное удовольствие от вышивки этой схемы. Дело в том, что «БС Олес», они действительно молодцы. У них как сами разработки хорошие, детальные, глубокие, я бы сказала, каждую деталь они прорабатывают, так и читаемость. Относительно читаемости они подкрашивают разными цветами, одинаковый цвет, делают символные значки, дают. Это очень удобно, конечно, при вышивке. Относительно подбора бисера. Ну, я уже не раз говорила, что когда подбираю бисер к заготовкам этого производителя, я просто получаю удовольствие. Я отдыхаю, я бы так сказала. Несмотря на то, что есть схемы, в которых и по 40, и по 50 цветов, все равно очень удобно, легко подбирается бисер. Почему? Потому что они разбивают. Вот, допустим, видите, синие. Есть группа синих, которая пошла в небо. Группа синих, которые пошли в одежду, да. Это, скажем так, немаловажно. Ключи они не дают. Точнее, дают, но только в нескольких схемах своих. А в основных нужно подбирать бисер. Но они зато дают описание бисера. И вот за счет этого описания довольно-таки легко подбирается потом сам бисер к схеме. Вот, нам еще, Светлана, так она, она столько много мне пишет про эту заготовку. Видимо, настолько много у нее положительных эмоций. Говорит, что я отдыхаю, говорит, вышивая Иисуса. И скорость, конечно, у Светланы там шикарная. Она очень быстро, быстрыми темпами, скажем так, вышивает. Сняла нам видео. Видите, процесса, да, самого процесса. Девочки, большая просьба. Конечно же, поддержите наших участников лайком. Напишите, пожалуйста, теплые слова. Наверное, писать, какая больше всего работа понравилась, я думаю, не стоит, потому что они, наверное, все прекрасные, хорошие работы. Но можете все равно написать, какая работа вас больше впечатлила, скажем так, да. Вот. Я вам дальше ставлю, кому интересно, поставлю правила участия. Ну, вот после видео Светланы. Правила участия в нашем СП. Если есть желание, можете добавляться. Но обязательно прослушайте, точнее, прочитайте все правила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!